А все же, господа, согласитесь, жаль настоящей русской охоты с гончими, борзыми, скричанами, а? Да, нынче таких уж не устраивает накладность. Хотя вы, Дмитрий Львович, могли бы, пожалуй, тряхнуть стариной. Да-да. Мог бы, Иван Христофорович, мог бы. Да не стану. Это все равно, что мертвого оживили. Ай, все в этом мире рано или поздно когда-нибудь да погибнет. Как и мы с вами, и все наши прожекки, и все наши забавы. Кроме того, я полагаю, что гораздо гуманнее убивать зверя выстрелами, чем травить гонщика. О, Тимофей, ну что там? Фух, за гонщики нашли след ваше сиятельство. Ну что ж, господа, пора. Спасибо, голубчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, ваша рана полностью зажила, чем вас и поздравляю. А забавный у вас змейка вот тут. Какой-то символ? Ура-Борос. Змея, кусающая себя за хвост. Цикл жизни и смерти. Круг перерождений. Я только вас попрошу никому не рассказывать об этой татуировке. Я ищу способ свести ее. Даю вам слово врача. Так стало быть, вы буддист? Веруете в перерождение? Я допускаю подобное. А вы? Я в Бога совсем не верую. Ни в буддистского, ни в христианского. А вот как? Ну даже если допустить, что есть Бог, есть такой большой, добрый Бог, как он допускает всю эту мерзость? Угнетение слабых, истребление невинных. Возможно, он добр, но не в том смысле, в каком мы себе его представленем. А если он не добр, то какая мне разница, есть он или нет? Прощайте, Андрей Петрович. Постарайтесь больше не лезть под пули. И смерти нет ничего возвышенного. Одна сплошная вонь и мерзость. Поверьте мне. Вы еще мало знаете князя Мещерского. Но когда узнаете его получше, непременно полюбите. Он человек необыкновенный. Знали бы вы, сколько он сделал для людей в нашем уезде. Вот взять хотя бы его школу для детей бедняков. А что же, у князя есть дети? Сын. Лев Дмитриевич. Полковник в отставке. В Петербурге живет. Понятно. Сегодня к ужину должен приехать. Лев Дмитрий. Лев Дмитрий. Лев Дмитрий. Тихо! 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 Ваше сиятельство, нехорошо? Ничего, пустое, пустое пройдет. Тимоша, ты вот что, давай-ка сам, давай. Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Господи, на что же это такое? На помощь! Сюда! Что? Резать не дадим! Нет на это нашего согласия! Может, капелек каких ей дашь сестрица? Какие капельки, милая? У тебя ребенок задыхается! Ей операция нужна срочно! Да не слушай ты их! Нету нашего согласия! Пойдем отсюда, Настена! Пойдем! Да вы же ребенка губите! Иван Евгеньевич, слава Богу! У девочки дифтерийный круп, а они не дают операцию делать. Не дают, а не надо. Правильно. А ты молодая, и новую родишь, пока тебя на небесах дождется. Пойди к Богу! Да не слушай ты их, дура! Пойдем отсюда, Настена! Да-да-да-да! Жаловаться буду! Нет у нас согласия! Согласия нету! Соглашайтесь! Ну? Согласна! Операционную быстро! Поняла! Ну, давай! Останьтесь! Останьтесь здесь ради Бога! Останьтесь! 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 Господи, все будет хорошо, Дмитрий Львович, не говорите так. Вы поправитесь. Как это вообще случилось? Саму маню приложу. Я в лесу стрелял. Тимофей, ты ни в чем не виноват. Все слышали? Он ни в чем не виноват. Это просто глупое случает. Господи, у меня все кончалось. Нет. Нет. Голову. Сдышала. Будет жить. Просните ей комфоры. Да. Наметник был у Клюева. Представляете, полностью выздоровел. Если вам интересно, хоть завтра под венец. Иван Евгеньевич, все-таки славно вы эту бабку выставили. Да. Я теперь всегда буду вас звать. Давно пора самой учиться сговаривать с глупыми родственниками. Анна Виталья, аж скоро уеду. Куда? Что, уезжаете от нас? Камфора. Покажи, где вы стояли с князем? Вон там. Господа, прошу всех занять те места, где вы находились в момент выстрела. Вот тут мы были. Я здесь стоял. А князь вон там. Там? Ага. Дальше? Вот-вот тут ближе. А. Встань сюда. Здесь, да? Да. Продолжай. Вот Дмитрий Львович отдых захватил, поплохил, а в раз. Но он мне велел самому стрелять. И ты стрельнул? Да. Куда? Дружье. Покажи, как. Покажи, как. Покажи, как. Ага. Хорошо. Отойди-ка, братец. А вы куда целились? Господа! Прошу всех на поляну! А вы с вашего места могли видеть и князя, и егеря? Мог, но не видел. Я на лесу смотрел. Все видели лесу? Да. И что, никто не успел сделать ни единого выстрела? Ружья проверили? Так точно, ваше благородие. Все патроны на месте. Ну что ж. Стало быть, рикошет. Я никогда себя не прощу. Брось, голубчик. Дмитрий Львович сказал, ты ни в чем не виноват. Это судьба. Судьба есть ряд причин. Полиция во всем разберется. Прошу никого город не покидать до окончания следствия. А ленты? А вы соберите. Анна Викторовна, слышали про эпидемию холеры в Туркестане? Да. Я читала, что она уже пошла на убыль. Не верьте газеты. Мой друг находится как раз там, в экспедиции императорского института экспериментальной медицины. Да, количество заражений пошло на убыль, но вторая волна может случиться вот-вот. И там чудовищная антисанитария. Так вы едете в Туркестан? Ну, разве это не долг каждого узкого врача? Но послушайте, помощь людям нужна везде. Не только в Туркестане. Я здесь призебаю, Анна Викторовна. А там у меня будет возможность узнать, стоя чего-нибудь или нет. Здравствуйте, доктор. Да, здравствуйте, Иван Евгеньевич. Доктор, что-то случилось? Только что скончался старый князь Мещеровский. Какой у тебя несчастный случай на охоте? Ну, боже. Вы имели честь его знать? Да. Мы виделись несколько раз. Он был передовым человеком. Мне очень жаль. Индуши называют это кармой. Пошел на охоту, а убили тебя. Путь моей воли, я бы вообще всю эту охоту запретил. Однако вы, ботинка, идеалист. Александр Францович, недолго вам осталось терпеть мой идеализм. Что так? Через две недели я увольняюсь. Еду лечить холеры в Туркестан. А это он серьезно? Боюсь, что да. Почему же все хорошее так быстро кончается? Однако, господин Штольм, ваша гипотеза не подтвердилась. В день убийства адмирала Бобринского, Мичманы, Залевухина и Нелидов были в море. Они не причастны к его смерти. Я подумал, что проверить все же стоит. Совершенно верно. Тем более, что связь Светлова и Крутина очевидна. Кое-что начинает проясняться. Похоже, Крутин лишает своих пациентов совести. Убирает, как ненужный рудимент. Придаст брат брата на смерть, отец сына. И восстанут дети на родителей и умертвят их. Что-то значительное совершается вокруг нас, Яков Платоныч. Значительное и страшное. Крутин, явно одержим какой-то мистической, чудовищной идеей. Не ведитесь на дешевый спектакль, который он устроил Затонский. Для этих богатых, старых идиотов. Это всего лишь способ выманить у них деньги. Крутин революционер. И хочет того, что и прочие революционеры. Свергнуть царя и повергнуть Россию в хаос. Потому что не видят другого способа остановить неравенство и мракобесие. Вы думаете, я ничего не понимаю? Я не замечаю очевидного. Но не мне вам рассказывать, господин Штормин, что революцию задумывают романтики, совершают фанатики, а плодами ее пользуются отпетые негодяи. Возможно, вы правы. Но одно обстоятельство заставляет меня сомневаться в этом. Для чего Крутину, госпожа Миронова? Зачем ему женщина, способная общаться с потусторонним миром? Возможно, хочет спросить совета. Рубисфьера. Кстати, его талисман недавно украли из частного музея в Париже. Впрочем, это не имеет отношения к нашему делу. Лучше скажите мне, слухи об особых способностях госпожи Мироновой не преувеличены? Когда-то я и сам сомневался. Но не теперь. Дмитрий Львович, я не буду с вами разговаривать. Уходите. Я не буду с вами разговаривать. Вы от меня ничего не добьетесь. Спаси. Мою дочь. Спаси. Уходите. Я не буду с вами разговаривать. Вы от меня ничего не добьетесь. Барышня, что с вами? Не заболели ли? Очень хорошо. Куда прикажете? В больницу. Ваше сиятельство оставьте церемонию, Николай Васильевич. Я только что из Петербурга. Сразу же выехал, как получил церемонию. Примите мои глубочайшие искренние соболезнования. Глеб Васильевич, я знаю, что вы были очень близки с вашим отцом. Да. Для меня это тяжкая потеря. Но вы знаете, отец мне часто говорил, что не хотел бы доживать до глубокой старости. Боялся стать обозой для близких. А вы сказали, его тело больницы. Да, увы. Этой формальности не избежать. Нужно извлечь пулю, чтобы доказать, что имел место рикошет. Ой, господи, что же это такое, а? Живет, живет человек, умирать не собирается и раз… Скажите, а когда я смогу забрать его тело для погребения? Уже завтра. Благодарю. Надеюсь, вы будете на похоронах? Да. Так вот, Антон Андреич. Это никакой не рикошет. Нет. Это прицельный выстрел. Это убийство. Уверены? Абсолютно. Посмотрите, на пуле нету следа от первоначального столкновения с каким-нибудь твердым предметом. Характер ранения. Раневой канал глубокий и прямой, чего, безусловно, не было бы при рикошете. Может быть, вы подскажете, из какого ружья могла быть выпущена эта пуля? Я, откровенно говоря, небольшой знаток, но вполне допускаю, что из английского. Тимофей Кречетов как раз стрелял из такого. Доктор, скажите, а у князя ведь был только сын? Я не ошибаюсь? Ну да, один. Почему же он тогда сказал «спаси мою дочь»? Как давно он сообщил? Нынче утром. Уж у меня есть семейная тайна. Прошу прощения, я вас покинул. Поеду к Кречетову. Да, Антон Андреевич, еще одна немаловажная деталь. Дело в том, что князь был не излечимы болен. И жить ему оставалось и так не более, чем полгода. Благодарю вас. Ну да. Красавица YOURоты С PewDiePie Р Aryة Сыр 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 За Это Сыр 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 Сыра Наш Сыр Теперь давайте хором прочтем, что я написала. Всякое начало трудно. Молодцы. Вера Николаевна, там пришли к вам. Срочно требуют. Иду. Не шалите без меня. Здравствуйте, Лев Дмитриевич. Здравствуй, Вера. Я соболезную. Это ужасная потеря для всех нас. Замолчи. Это ведь твой муж выстрелил в отца. Это был несчастный случай. Князь сам сказал это перед смертью. Я боюсь, не так снисходителен, как мой покойный родитель. Я сам, наверное, разобраться с Тимофеем, так ему это передаю. А это тебе... читай. Уведомление о закрытии школы? Да как вы можете? Неужели у вас рука подымется? Ваш отец вложил столько сил в эту школу. Это дело всей его жизни. Ну, а я, как ты знаешь, всегда полагал, что это блажь, притом опасная. Школу закрыть в три дня. Подождите, ну, дайте мне хотя бы неделю. Я... я найду средства. Я не собираюсь обсуждать это, Вера. Детей распустить по домам, школу закрыть. Вашей жене пришлось пережить такой ужас, что она предпочла забыть о нем, погрузившись в безумие. Ее разум стер всю память, словно ластиком, лишь бы избавиться от кошмарных воспоминаний. Но я думаю, я смогу ее заставить все вспомнить. Вспомнить это что, необходимо? Без этого нет никакой надежды на извлечение. Я могу к ней выйти? Разумеется. Взгляните, сударыня, кто к вам пришел. Узнаете? Сегодня не буду. Я не сегодня. Я не буду. Я не сегодня. Я не буду. Не сегодня. Посмотрите внимательно. Вы очень хорошо знаете этого господина. Здравствуй, Нина. Я не буду. Я не буду. Я сегодня не буду. Я сегодня не буду. Нам лучше уйти. Я не буду. Я не хочу. Господин Штольманович. Большой человек был. Сколько благодарных людей пришло на кладбище. Кого, кого только не было. Признаюсь, я нисколько не удивлен. Полагаю, Тимофей Кричетов просто не мог более терпеть. А что терпеть, Олег Дмитриевич? Ваш отец был благодетелем для всех своих людей. Это да. Но и у него были свои маленькие слабости. Какие же? Вы говорите о Вере Кричетовой. Я видел, как ваш отец нежно прощался с ней перед смертью. Жаль, на тот момент я еще не знал, что егерь ее муж. Трудно себе это вообразить, правда? Вера появилась в нашем доме, когда ей было пять лет. Отец дал ей образование. Позволил вести жизнь совершенно несоответствующей людям ее сословия. Поставил заведовать школой. Честно признаться, мне это все не нравилось. Но я не считал возможным указывать отцу. Ну, разумеется. Однако здесь нет ничего дурного. Ваш отец благодетельствовал и помогал сироте. Полгода назад она влюбилась в этого нового егеря. Отец был глубоко опечален. Однако смирился с этим и даже благословил их. Слава Богу, семейная жизнь их не заладилась. Отчего же. Вера была испорчена. Она приобрела взгляды и привычки, несвойственные женщине и ее положения. А вы, ваше сетельство, считаете, что достойное место в обществе человек может занять только по праву рождения? Благородством нельзя выучиться, господин Коробинников. Думаю, что связь между отцом и Верой скоро возобновилась. И, разумеется, Тимофей стал бешен ревновать. И почему же тогда ваш отец на смертном одре объявил во всеуслышание, что Тимофей ни в чем не виноват? Любите врагов ваших, слыхали? Господа. Добрый день, сударыня. Ваш муж дома? Нет, его нет дома. А что случилось? Он обвиняется в убийстве князя Мещерского. В убийстве? Это вы не можете быть. Вы ошибаетесь. Да зачем ему убивать Дмитрия Львовича? Увы, я вынужден осмотреть дом. Анна! Стой! Подождите. Выслушайте меня. Ты никогда не хочешь? Я принял вызов от Клюева. Неужели только моя смерть утешит вас? Я знаю, я должен был вам сразу все рассказать, но... Что бы это изменило? Вы женаты. Только перед законом. Какой мужчина на вашем месте не сказал бы этого женщине, которую не хочет терять? Я говорю вам правду. Кто она? Вы знаете. Нет. Откуда мне... Вы знаете ее. Книжинская. Позвольте мне... А ну-ка, остановись, милейший. Ваше съездство. Господин Миронов. Лев Дмитриевич, я искал вас. Примите мои соболезнования. Благодарю. Видите ли, дело в том, что где-то около года назад ваш батюшка обратился ко мне с просьбой составить завещание. Так что не соблаговолили бы вы отправиться со мной в контору для его оглашения? Что ж, в таком случае давайте приступим к этому поскорее. Прошу вас. Трогай, милейший. Что здесь делает эта женщина? Госпожа Кречетова упомянута в завещании. Должна присутствовать при его оглашении. Прошу вас. И так, 1893 года, октября 15-го дня. Я, ниже подписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, делаю соответствующее распоряжение на случай моей смерти. Моей незаконно рожденной дочери Вере Николаевне Кречетовой я завещаю основанную мною школу и 50 тысяч рублей. Так, погодите. Что значит моей дочери? Она же была его любовницей! Разумеется, нет. Дмитрий Львович всегда относился ко мне как отец. Боже мой. Да ведь школа теперь спасена. Все остальное, движимое и недвижимое имущество, я завещаю своему сыну, Льву Дмитриевичу Мещерскому. Составлено по всем правилам и заверено свидетелями. Для вас также есть письмо личного. Прими веру, сестру свою, как… и оберегай ее, и будь и опорой, и защитой. Честь имею, господин Миронов. Простите, Виктор Иванович, он ничего не стал. Как и я. Не переживайте, Вера Николаевна. Ваш брат остынет, вы помиритесь. Вы теперь богатая женщина, а он не слишком обеднел. Все наладится. Простите. Иван Игенович, можно? Анна Викторовна, у вас же сегодня выходной. Да, но мне очень надо с вами поговорить. Прошу вас. Вы, кажется, вчера сказали, что собираетесь ехать в Туркестан. Да. Как вы думаете, а я могу тоже туда поехать? Что? Анна, вы не представляете, какие там условия. Прошу вас, выбросите это за головы. Подождите, выслушайте меня. Вы вчера сказали, что хотите узнать, чего на самом деле стоите. Я тоже этого хочу. Я не первый год помогаю людям, но моя жизнь здесь сделалась совершенно невыносимой. Я не могу больше оставаться в этом городе. А если в Туркестане сейчас беда, значит, мое место там. И уж поверьте, тяготы и лишения меня не смутят. Вы же понимаете, что дело не в лишениях, а в том, что можно заразиться и умереть. У меня нет дела до моей жизни. В страданиях родилась решимость. В страданиях родилась решимость. Что ж… Сестры милосердия там очень нужны. А вы с вашими знаниями и навыками, пройдя все это, сможете стать настоящим врачом. А ваши родные вас отпустят? Я с ними поговорю. Сегодня же. Сто семьдесят. Сто семьдесят. Ну, как там столица? Не знаю. Был занят делами. Ну, да. Вы у нас занятой человек, занятой. Князь Мещерский убит. Я как раз читал рапорт. Царствие небесное. Потрясающий был человек. Тонкой души. Истинного благородства. Таких мало. Да. Сегодня утром. Сохоронили. К сожалению, преступника поймать не удалось, но мы его отыщем. Обязательно отыщем. Да, я прочел об этом. Так что же мотив – ревность? Мотив – глупость. Кречетов ревновал свою супругу к князю. А она оказалась его незаконной дочерью. Сегодня Миронов зачитал завещание к князю Мещерского. Он ей отписал приличную сумму. Много? Пятьдесят тысяч. Ого. Да, почему вы спрашиваете? Возможно, это и есть главный мотив. Если Кречетов узнал каким-то образом о завещании, он мог желать скорейшей кончины князя. Ну, а ревность изображал для скрытия своих истинных целей. Вы имеете в виду, мог быть, сговор между супругами? Я бы не торопился. Это только предположение. Однако, я бы хотел допросить госпожу Кречетову немедленно. Ну, вы можете это сделать утром. Она никуда не сбежит. А таких денег не сбегают. И все же я бы хотел допросить ее сегодня. Она проживает в поместье Мещерских? Служанка может указать их дом. С вами все в порядке, Яков Платоныч. Благодарю. Просто срочно нужно чем-то себя занять. Счастья имею. Счастья имею. Аннет! Дядя! Аннет! Ты вернулся. Взгляни, что я, что я привел тебе из Петербурга. Заглянул в лавку одного букиниста и такое пил. Надеюсь, тебя заинтересует историей… С приездом. Ох, мы бы все хорошо идти. Да, будет вам. Как продвигается роман ваш? Пишу. Ну что ж, у меня есть новости по ночной фиалке. Не терпится с вами поделиться прямо. Давайте поговорим тогда в гостиной. Я беру туда подать чай. Мама! Дядя! Я должна сказать вам что-то важное. Папа. Дорогой папа. Я клянусь тебе. Ты не пожалеешь о своем решении. Я все сделаю до нашей школы. И оправдаю твое доверие. Папа. Госпожа Кречетова, вы дома? Откройте! Поводите! Папа. В больницу ее, быстро! Папа. Кто же это сделал? Кто же вас так? Мам, ну что с тобой? Нет, это ты мне скажи, что с тобой. Ты в своем уме? Что? Что она сейчас сказала? Что она отправляется в Туркестан. Ну, это же бред сумасшедший. А что безумного в моих словах? Нет, она помешалась. Вы-то что молчите, Петр Иваныч? Ну, скажите ей хоть что-нибудь! Аннет, я, признаться, обескуражен. В легком недоумении нахожусь. Да что ж это такое? Ну, если вы хотите со мной спорить, ну, вы приводите хотя бы аргументы. Нет, я не буду с тобой спорить. Я тебе просто скажу. Ты никуда не поедешь. Этого никогда не будет. Только через мой труп. Если ты так жестоко, чтобы переступить через него. Что? Аннет, я, признаться, в данном случае целиком и полностью на стороне твоей матери. Спокойной ночи, дядя. Аннет, а книга? Черт знает, что такое сумасшедший дом. КОНЕЦ Вера Дмитриевна, голубушка, что с вами? Это сделал Тимофей? Я убью негодяя. Нет. Нет. Иван Христофорович, это сделал не он. Кто же? Я не разглядела. А как же вы можете быть уверены, что это не он? Нет, домой вы больше не вернетесь. Я не позволю, чтобы вы жили под одной крышей с убийцей. Не смейте говорить так о моем муже. Анна Викторовна. Позвольте узнать, а почему? Посторонние в палате. Простите, доктор. Это... это мой друг. Иван Христофорович Вольпин. К вашим услугам. Мне очень приятно, но Вера Дмитриевна еще очень слаба. И нуждается в полном покое. Я прошу вас покинуть. Вера, я хотела вам сказать. Полиция уже расследует нападение на вас. Но вы ни с кем не обязаны об этом говорить. Да, я знаю. Простите, Анна, я хотела вас попросить, если вам не трудно. Мои ученики ничего не знают. Они ждут меня. А я... Мне сказали, что судебный следователь вот тут явится и устроит допрос. Вы не могли бы кого-нибудь послать в школу? Предупредить? Судебный следователь. Я сама схожу и предупрежу ваших ребят. Управляйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова